Сегодня мы идем на свадьбу к одним друзьям. Вот такое платье я надела, заказывала его на ВВ, оставлю ссылку. Кстати, сумка у меня подходит под цвет платья. И на ножках у меня вот такие туфельки бежевые. Такой в целом образ. Мы уже приехали на торжество. Мы уже дома выходим. Пойдем. Ты куда? Туда. Смотри. Давай. Давай. Уважаемый свадебный банкомат, вы ни с чем его сегодня не припутаете. Мы можем все же сразу что-то поцеловать нашим алкогеном. И после того, как выучить подарки, можете плавно занимать свои места. Друзья, это все делается для вашего жилдомства. Все, что! Мы можем все еще раз разбить, или просто так, как все прошло в продавку. Мы очень сегодня, как это было в обыкновении, как мы начали тут принимать его. Мы провели исполнение, как и в кофе, в отопилични. Но в самом начале, вы же всегда пришли, мы можем заславиться. Давайте выйдем на что-то прекрасное и не надо сказать на что. За семью! За семью! Знаете, что нужно ответить? Что мы будем сегодня посмотреть? Родник уже первой партии наших главных детей Ну ладно, заряжайте! Это надо! Давайте посмотрим на проект Дело в том, что мы хотели бы задать каждому человеку Магану вопросу про наших молодежь 商рином Магану 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 Сейчас уже поздно, качество не очень. Кстати, здесь рядом классная вообще такая база отдыха. Очень красивая, крутая свадьба. Я давно хотела побывать именно на такой вот классной свадьбе. В прошлом году мы тоже были на свадьбе, но это, конечно, гораздо лучше по своему оформлению, если можно так сказать. Мне очень понравилось, стал такой красивый. Всё очень красиво. Такая здесь база отдыха, домики. Люди отдыхают на берегу озера. А там, вот за этим зданием, находится уже такой банкетный зал, в котором у нас идёт свадьба. Сегодня у нас семейный выходной. Мы приехали с мужем и с дочкой развлекательный центр. Она очень любит подобные штуки, поэтому решили сегодня её сюда привезти. Элина, на чём ты пойдёшь кататься, Элина? Это, кстати, до города. Они действительно вернись туда, по-ло Алина? Они здесь, клик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вышли прогуляться на крыше торгового центра. Здесь очень классно все оборудовано. Летом особенно здесь круто. И вид на город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас очень красивое солнце, закатное. Сейчас где-то в районе около 7 часов. Такие кафешки здесь классные, на крыше, с видом на город, Курск. Вот такие виды на Курск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА университет сегодня я еду в небольшую поездку от турагентства с подругой мы едем по местности то есть по нашей области мы поедем в усадьбу Афанасия Фета которая расположена у нас в Курской области и также мы поедем еще на лавандовое поле называется Курский Прованс то есть там цветет лаванда целое поле может быть сделаны какие-то фоточки я надела вот такое свое платье летнее в цветочек и сверху такую легкую рубашку мне нравится этот образ частенько так хожу и также еще добавила вот такой голубой бантик на волосах сейчас попробую показать он классно сочетается с рубашкой думаю что на фотографиях тоже должен хорошо смотреться ну что мы уже приехали в усадьбу Афанасия Фета к сожалению на экскурсию мы не попадаем потому что все занято но мы купили билетик за 140 рублей и пойдем просто гулять по его дому очень красиво здесь красивые цветы дорожки такие вот поля я представляю как здесь поэт ходил и вдохновлялся красотой русской природы в шестованной в шестованной мы уже зашли в дом Поехали. 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 О, везде машины. Можешь взять группу, чтобы не потерять по дороге. А, да. Поехали. 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 У меня были не воды, но они вот так вот, как мог. Я говорю, Галина Ивановна, я, говорю, сказала, три года подряд. Она мне не растет, я в детах и не сказала. У нас они так быстрее. Она здесь не так. Но хочется еще с холодной, то потом, да. Я поняла. Это что? Это сироп. Сироп солодой. Кому еще сироп добавить в чай? Наталья Александровна. Аля, тебе надо чай? По одному же, правильно? Да, да, да. Катя. По-первых, мы в Америке не даем птич. Для того, чтобы она в Америке надавала крепкую кардиозию телу. И лучше передавала. И, за вторым, не дает птич. Смотрите, а после встречи, я постригаю одну птич, что я передвинила, мы смело передвинила птич. А для того, чтобы... Я не знаю, что это будет. Я тут валяюсь, как кусок. Я не понимаю. Я не понимаю. У нас было время на лавандовой ферме. Я взяла себе вот такой маленький мешочек. Внутри лаванда. Это был такой новый мешочек. То есть, там была свежескошенная лаванда. И она потрясающе пахнет. Просто запах реально на всю квартиру. Вот от такого маленького мешочка. Мне очень нравится. Я обожаю лаванду. Лавандовый запах. Мама, дай понюхай его. На, понюхай. Спасибо. Очень вкусно. Мы только проснулись. Всем привет. Мам, сюда повернись ко мне. Всем привет. Давай, давай, говори. Вкусно пахнет? Да. Пришла моя посылка у Тревгош, которую я заказывала через приложение. А что у нас здесь? Здесь у нас продукты для губ. Очень популярный карандаш от фирмы Pupa в 004 оттенке. Это переиздание. До этого оттенок был просто 004. Теперь 00. И также я еще заказала себе масло для губ от фирмы Clorans. Очень хотела его попробовать. У масла вот такая очень симпатичная, добротная упаковочка. Легкий розовый оттенок. Отлично смотрится на губах. Вообще суперски их увлажняет. Очень понравилось это масло. И, кстати, классный удобный аппликатор. Он, как лапка у кошечки, отлично наносит продукт на губы. А еще просто невероятно потрясающий ягодный аромат. Карандаш мне тоже безумно понравился. У него классный универсальный оттенок, который подойдет многим девушкам. Можно использовать как для контура губ, так и полностью на все губы. Здесь есть вот такой спонжик, которым можно растушевать оттенок. А у меня новенькая классная покупка из одежды. Это вот такая футболка от Зарины. Последнее время прям полюбила этот магазин. Очень классные у них вещи. Если раньше как-то мне вообще не нравился этот магазин, то сейчас там действительно есть на что посмотреть. Вот такая классная футболка из достаточно такого плотного хлопка в стиле оверсайз. Она у меня в размере S, но такая достаточно свободная. И на ней написано розовый фламинго. Такой отсыл к хиту из 90-х. Вот здесь, в принципе, об этом и написано. То, что это лимитированная коллекция. Такая красивая надпись розовый. Она такая немножко выпуклая, так интересно сделана. Не знаю, видно здесь или нет будет на видео. Принт просто потрясающий. Очень классно смотрится. Прямо она меня так порадовала. И я решила ее купить, тем более со скидкой за 700 рублей. Это просто находка. Хотя изначально ее цена 2000 рублей в магазине. А вторая футболка от магазина Sella. И она тоже очень крутая. Вообще качество что одной, что второй футболки на достаточно высоком уровне. И эта футболка в полоску. Я обожаю полоску. И мне понравился ее розовый цвет. Я такой оттенок люблю. И вот уже эта футболка, она у меня идет в размере M. У нее очень плотный материал. В отличие от предыдущей. Он еще более плотный. Тоже нахлопковая. Но материал еще более плотный. И материал у нее как у Long Sleeve. То есть прям реально достаточно плотный. То есть в жару эту футболку не наденешь. Это действительно футболка уже на более холодное время года. И цвет вообще потрясающий. Такой освежающий. Поэтому даже для осени тоже будет очень круто. Еще из одежды я заказала себе вот такую юбку. С очень большой скидкой. Всего лишь за 800 рублей. Она от магазина Be Free в размере M. Очень короткая мини юбка. Такая жаккардовая немного ткань. Красивые золотистые такие буковички неровной формы. Симпатично смотрятся. Небольшой такой разрезик. Несмотря на то, что эта юбка прям очень мини. Она смотрится достаточно прилично. И что самое главное. Она никуда не задирается. Не елозит скажем так на теле. А сидит очень хорошо. И при ходьбе никуда не задирается. Как я уже сказала. И когда садишься тоже. Она не меняет свое положение. То есть это достаточно такая удобная модель. Классная. И с такой скидкой просто я не могла отказаться от нее. У нее еще очень красивый такой насыщенный зеленый цвет. Ну и последняя покупка одежды на этот раз. Это вот такая рубашка приятного розового оттенка. Как я и сказала. Я обожаю такой оттенок. И вообще в последнее время прям немножко даже подсела на розовое. Мне нравится. Рубашка у меня в размере S. Это российское производство. И она тоже из стопроцентного хлопка. Очень приятный такой материал. И она такая знаете очень легкая. Такая можно даже сказать полупрозрачная. Классная рубашечка. Немножко так подлен сделана. Замечательно. Ее можно носить сверху каких-то платьев, топов. Можно ее завязать на узел спереди. Тоже будет очень стильно смотреться. В общем классная. Оставлю ссылку. Оттенок такой освежающий тоже. Рубрика покупок продолжается. На ВБ. Заказала вот такие тапки буквально за 500 рублей. Очень удобная модель для отдыха, для дачи, для дома, для каких-то поездок. Просто вот такие летние. Резиновые. Приятный такой мятный цвет. Отличные тапки. Также я еще заказала вот такую маленькую косметичку серого цвета. Она очень такая приятная. Совсем небольшого размера. Отлично поместится абсолютно в любую сумку. Ее хватает для того, чтобы положить туда например пудру, помаду, какие-то салфетки. В общем небольшой такой набор косметики самого необходимого. Я обычно с собой ношу пудру, помаду, салфетки матирующие возможно. С этими целями она отлично справляется. И этого размера вполне хватает. Внутри она выглядит вот таким образом. Здесь есть два кармашка. И также в подарок там еще лежала вот такая резиночка. Хочу вам порекомендовать. Магнит Косметик появилась вот такая новая серия для волос. Это какая-то новая фирма. Наше российское производство. Достаточно симпатичные такие упаковки. Как будто бы какие-то профессиональные небюджетные средства для волос. В общем выглядят достаточно презентабельно. И ароматы потрясающие. Но цена очень-очень демократичная. Буквально 200-250 рублей. И мне понравилось как эти средства работают. Справляются со всеми своими задачами. У меня шампунь. Он отлично промывает, увлажняет волосы. И также вот такой кондиционер, который тоже хорошо увлажняет волосы. Они легко расчесываются. Мягкие и блестящие. Поэтому советую. Собрала свой очередной заказ СВБ. И хочу вам показать полезные находки. Во-первых, это чехол. Я оставлю ссылку именно на этот чехол. Но вообще у этого производителя есть абсолютно на все модели айфонов чехлы. И мне нравятся именно вот эти. Они классные. Уже не первый раз заказываю. Так что обратите внимание. Далее это бигуди-липучки. Честно говоря, у меня никогда их не было. Но всегда хотелось попробовать. И вот я взяла такие. У них диаметр 50 мм. И они стоили вообще очень дешево. Дальше это вот такое средство от фирмы Олин. Я вам как-то уже рассказывала, что я люблю косметику для волос Олин Professional. И мой мастер по волосам мне очень рекомендовал вот этот флюид реконструктор. Он им сам пользуется. Во-первых, у него приятнейший аромат. Таким чем-то сладеньким. Немножко похоже на дыню, на арбуз. В общем, что-то такое. Аромат действительно потрясающий. Вот. И классное средство. Круто работает на волосах. Волосы потом ухоженные. Гладкие, блестящие. Я прям довольна. Вот. Пробовала у мастера и решила заказать себе. Стоил он недорого. Я его купила со скидкой там за 500 с чем-то рублей. Но цена, конечно же, разная на них бывает. И также я себе еще купила такую штучку. Как вы думаете, что это? Поставьте на паузу. Напишите комментарии. Кто догадается, тот молодец. В самом деле это расческа. И она небольшая. Буквально как пудра. Только, конечно, немножко пообъемней. И мне понравилось тем, что там внутри еще есть зеркало. И что сама расческа получается закрыта. То есть она вот так открывается. И внутри расчесочка. Достаточно удобная. Хорошо прочесывает волосы. И крышка вот такая с зеркалом. Очень классная штучка. Советую. Также я еще заказала вот такой органайзер для косметики. Сейчас я вам его открою и покажу. Вот так выглядит контейнер. То есть здесь сверху можно что-то положить. И также здесь вот такие три отделения прозрачные. Все видно. Что-то внутри. Также на ВБ я заказала классный органайзер для кистей. Мне он очень понравился. Я смотрела несколько там вариантов. Но вот этот мне пришелся больше всего по душе. Я взяла вот в таком красивом зеленом оттенке. Также там такой был еще светло-розовый. Такой пудровый. Вот так он выглядит. Открывается вот здесь. И нужно его заполнить внутри вот этими бусинами. Вообще очень прикольная идея. И здесь, по-моему, двенадцать отделений для кисточек. В итоге получается вот такой органайзер. Во-первых, он очень эстетично красиво выглядит. Как мне кажется, будет смотреться хорошо на любом туалетном столике, комоде и так далее. И также он достаточно вместительный. Двенадцать кистей сюда поместится. И еще мне нравится, что кисти они будут закрыты. То есть защищены от пыли и так далее. И достаточно удобно вот так открывается. Здесь стоят ваши кисти. Закрываются. В общем, супер. Обратите свое внимание на такой классный органайзер. Итак, я решила перебрать всю свою косметику. Избавлюсь вот от этого старого органайзера, потому что он уже сломался. И все переложу в новенький, который я вам показывала. Застелила пол, чтобы ничего не испачкать, потому что многое нужно протирать. И вообще я хочу от много косметики избавиться. Оставить только то, что мне нужно. Вот. В этом плане я хочу придерживаться минимализма. В общем, постараюсь сейчас все разобрать. Спасибо. И покажу вам потом результат. Кисточки также нужно помыть будет. Спасибо, колобочка. Ну, в принципе, в целом я все перебрала. Кисти я сейчас буду мыть. Вот этот контейнер я буду выкидывать. Даже не буду его отмывать. Вот это я отдам маме. Здесь бронзер Пупа. Вот такая палеточка для губ от Maybelline. Хайлайтер, рассыпчатая пудра. Вот от Maybelline тоже такой бронзер. А вот это все у меня идет в мусорку. Здесь много разных тушей. Какие-то подводки. Карандаши для глаз. Такие вот маленькие от Chanel. Там еще от Clinique тоже такая маленькая. Они уже засохли. Блеск. Карандашик мой любимый для губ от Dior. Долгое время им пользовалась. Он уже там сломался. В общем, решила его выкинуть. И также вот такие мои вообще любимейшие тени были от L'Etoile. Они были такие с блестками. Очень деликатное красивое свечение. Но, к сожалению, они все рассыпались. И уже ими просто даже некомфортно пользоваться. Поэтому, думаю, я их выкину. Но их сняли с производства. И вот так у меня выглядит то, что у меня осталось. Наверху здесь лежит то, чем я пользуюсь практически каждый день. Дальше здесь я распределила некоторые продукты. Здесь для губ. Помадки от Chanel, от Dior. Также несколько румян. Вот от Estee Lauder румяна. Там от Clorance румяна. Мои любимые тени. От Chanel здесь лежат. И также еще здесь для лица от Essence. Вот такой сияющий. Как его? Highlight. Вот здесь все для глаз. Я оставила здесь карнаши для глаз. Подводки. И тени, которые я использую. Это, в принципе, все тени, которые у меня есть. Вот такая палеточка от Bourjois. Также Naked 2 от Isadora палетка. И вот здесь, кстати, еще тоже палетка от Be You. Такие нюдовые красивые тени. И в самом последнем нижнем отсеке у меня здесь помады. Помады, честно говоря, я плохо распределила. Они вот так просто накиданы. У меня их достаточно много. Вот. И часть еще вот здесь. Тоже здесь такие длинные помадки, карандаши для губ. И здесь вот такие жидкие тени для век. Ну вот как-то так у меня получилось в итоге. Здесь лежат кисти очень удобно. Здесь средства наверху, которыми я пользуюсь каждый день. Ну и дальше я вам уже показывала, как у меня все распределено. Ну и здесь тоже оставшиеся помады-блески, карандаши для губ. И там жидкие тени. У меня это все стоит на окне, потому что здесь у меня широкий подоконник. Много света от окна. Да и в принципе больше некуда поставить, чтобы еще и дочку особо сюда не залазила. Так что стоит здесь. Ну мне достаточно удобно это. Поехали. Поехали. Поехали.